Улица Лермонтова, Кохма, июнь 2021 года. Сын Александра Краснова Артем подрался с Давудом Останакуловым. Артем вернулся домой к родителям, его провожали в армию. На праздник решили заявиться и земляки Давуда. Выкрики, камни, выстрелы. Таксист из США Бихрус погиб, а мир Джоне был тяжело ранен. Еще несколько мужчин также получили ранения, в том числе и Александр Краснов. На прошлом заседании позиции по делу озвучили все стороны. Адвокат потерпевшего считает, что подсудимый превысил пределы необходимой самообороны и умышленно произвел не менее трех прицельных выстрелов из карабина «Сайга». По одной 108-й статье Краснову грозило до двух лет лишения свободы. Однако по совокупности для него попросили более мягкое наказание. Помощник прокурора рекомендовала суду назначить Александру Краснову наказание в один год и шесть месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства и попросила освободить его в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Сегодня суд выслушал реплики сторон. В гособвинении потерпевший брат погибшего Бихруза дополнять свою позицию отказались. Адвокат Александра Краснова еще раз обратил внимание суда, что самооборона превышена не была, так как его клиент не мог понять, что нападавшие отступили. Кроме этого, находился в состоянии высокого эмоционального напряжения. Ведь первую волну Краснов также производил выстрелы в воздух. Нападавшие убежали. Однако потом они снова вернулись. Снова продолжили совершать нападение. Кроме того, продолжили стрельнять, продолжили опять бросать камни на территорию. Пытались даже через забор перенести. Уже руки видели на заборе свидетелей. Адвокат потерпевший говорит, что я не подходил к раненому. Я подходил, я с самого начала это говорил. У меня есть показания. И то, что я прицельно стрелял, тоже как говорят. Я не прицельно стрелял. То есть мне не было видно из-за елочек. Буквально через 10 минут Александр Краснов сказал свое последнее слово. Был краток. Я применил оружие, защищаю, еще раз повторюсь, семью, детей, дом, гостей. Если бы я не применил просто, то я не знаю, чем бы этим все закончилось. Суд назначил дату приговора на февраль. На этой неделе уже в рамках другого судебного процесса выслушают и последнее слово Давуда Астанакулова и Рустама Латипова. Подсудимые были в толпе, которая напала на дом Красновых. Их обвиняют в хулиганстве, совершенном группой лиц и порче имущества. Марина Зейна, Максим Шишкин, телекомпания Барс.